МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За моей спиной Балтийское море. Это Калининградская область, город Светлогорск. Эта земля щедро деется со своими гостями, сокровищами. Они здесь буквально под ногами. Не верите? Смотрите, это янтарь. Древние греки утверждали, что янтарь обладает лечебными свойствами. И современные ученые солидарны с ними. По крайней мере, если речь идет о санатории-профилактории янтарь. Город Светлогорск, в центре которого и находится санаторий Янтарь, расположен на огромной песчаной янтарной горе в 45 метрах над уровнем моря. Это бывший знаменитый немецкий курорт Раушен, куда до Второй мировой войны ездили лечиться со всей Европы. И сегодня Светлогорск называют маленькой Швейцарией. Тихие улочки, европейская архитектура и уютные кафе. Все это располагает к хорошему отдыху. Но хороший отдых, полезный отдых. Регулярные прогулки по берегу и морские ванны на Балтике способствуют снижению веса, нормализуют пульс, сердечную и дыхательную деятельность, артериальное давление. Под шелест волн вы забудете о вечной спешке и постоянном стрессе. Солнечные часы, расположенные на набережной, отмеряют неспешный ход времени в Светлогорске. Сам санаторий Янтарь – одна из лучших здравниц Калининградской области. Причем конкурирует здесь не с российскими, а с ближайшими курортами Европы. И это удается благодаря уровню проживания, разнообразному питанию, технологичному лечению и уникальным процедурам. Андрей Иванович, что же это за сооружение такое? Это янтарная пирамида, да? Она полностью обшита янтарем. Он выделяет вот эти свои многовековые, сотневековые смолы, которыми дышит. Результаты уникальны. Мы брали сахар крови у диабетиков наших до сеанса, и после 10 дней сеанса мы замечали снижение сахара на обычном фоне, при обычных видах лечения, при диэтотерапии, видели, значит, снижение до 2, а то и до 3 единиц сахара. Нормализация давления, нормализация сна. Одно из главных отличий янтарной здравницы – недавно открытое собственное реабилитационное кардиологическое отделение. На самом деле далеко не каждый санаторий может похвастаться наличием такого отделения. Гаиша Хамзяевна, в чем специфика работы вашего отделения? Мы закупили прекрасную новейшую медицинскую аппаратуру, которая позволит нам диагностировать дальнейшее состояние здоровья больных после операции. Сюда входит и вилоргометрия, и проведение суточного мониторирования, эхокардиограмма. Для пациентов с больным сердцем здесь особые условия и специальные процедуры. Например, сухая углекислая ванна. Ее рекомендуют принимать даже после инфаркта. Надо прямо сказать, что отношение врачей и отношение людей, которые здесь находятся на лечении и которые лечат людей, самое такое благоприятное. Много разных мероприятий проводится. Вот. И самое главное – это лечение. Специфику санатория определяет природа Балтики. Янтарные ингаляции или, вот, например, грязи. В янтаре используют местные торфяные грязи, прославившиеся своими лечебными свойствами еще в 19 веке. В чем отличие методики грязетерапии в вашем санатории от других санаториев? Наши грязи аналогичны баварским грязям. Эффект в том состоит, что мы, когда забираем ее с месторождения, мы здесь только подогреваем ее. Получается, что мы не ломаем ее структуру. То есть грязь после того, как ее с месторождения привезли, она не измельчается дополнительно, не гомогенизируется? Это значит, что не происходит окисления тех биологически активных веществ, которые копились. Да, структура сохраняется. В этом ее польза и эффект, который мы видим на наших пациентах. Еще одна интересная процедура – отдых в соляной пещере. Ее стены отделаны сельвенитом. Это остатки древнего Пермского моря, существовавшего 250 миллионов лет назад. Пары этого соляного камня целебно и решают множество проблем. Натрий-хлор глубоко проникает в легочную ткань. Тем самым не просто проникает, а восстанавливает эпители. Сама взвесь натрий-хлор – это мощный антибактериальный эффект. Это мощный антиаллергический эффект. И на сегодня мы видим, что все легочники с легочной патологией, да и не только, на самом деле мы боремся с курильщиками заядлыми. То есть и первые стадии гипертонической болезни, заболевания почек. Удивительная ситуация. И даже вот мы, находясь сейчас с вами, чувствуем во рту, на самом деле, привкус соли. В Янтаре помогают даже тем, у кого категорически не хватает на себя времени. Инфраструктура санатория позволяет проводить встречи, держать все под контролем и при этом отлично отдыхать. Мы не знали, что здесь будет. Поехали так наугад. Ну и, в общем, всем абсолютно довольны, потому что и там процедуры хорошие подобрали. И самый главный момент, наверное, в таких поездках – это питание. Несмотря на то, что в санатории действует шведский стол, питание здесь диетическое и лечебное. Можно выбрать все, что придется по вкусу, и диете не навредить. Специальные программы, разработанные в санатории, позволяют за короткое время восстановить организм. Есть программы для омоложения, похудения, для лечения бесплодия. Отдельное внимание пациентам почтенного возраста. В межсезонье, а это, между прочим, по мнению врачей, самое лучшее время для санаторного лечения. Для пенсионеров действуют скидки, которые делают качественный отдых европейского уровня еще более доступным. Балтийское побережье – уникальная климатическая зона. Она как будто создана природой для оздоровления человека. Реликтовые сосны, насыщенные отрицательными ионами воздух – все это способствует быстрейшему выздоровлению и оздоровлению человека. Прохладный, на первый взгляд, климат Балтики поначалу отпугивает завсегдатов южных пляжей. Но в Янтаре советуют не путать пляжный отдых с оздоровлением. Ну что, Андрей Иванович, расскажите, по какой причине человек должен ехать отдыхать к вам на Балтийское море, а не, например, на Черное? На сегодня доказано, что свыше 28 градусов инсулин просто перестает всасываться в организме. Жира диабетикам противопоказана. Сердечно-сосудистые заболевания. Мы же ведь видим, не зря наш курорт славился среди Восточной Пруссии, да и у немцев, как кардиологический курорт. То есть умеренные температуры, плюс произрастание около 18 видов сосен, хвойный воздух, наличие водорослей в море, плюс йод в воде, ветер, взвесь вот эта вот кислородная. То есть вы практически находитесь на берегу моря, находясь в ингалятории. В прошлом Светлогорск действительно был знаменитым немецким курортом. Сюда привозила своих детей на лечение водами королева Пруссии Луиза, а сегодня эта целебная вода из городского бювета доступна каждому желающему. Нам нравится отдыхать и в санатории, и в Светлогорске. Также нам очень нравится посещать разные экскурсии. Древние греки считали, что янтарь неразрывно связан с солнцем. Но балтийская погода переменчива, и что делать, если солнце скрылось за тучами? Свежий воздух-то никуда не делся? Тем более, что рядом со Светлогорском неподалеку находится уникальный памятник природы – Курская коса. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Здешние дюны полны загадок. Мы в Танцующем лесу. Это уникальное природное образование расположено на территории Калининградской области. И надо сказать, что ученые до сих пор бьются над разгадкой этого феномена. Они пытаются найти причины, которые вызвали столь удивительные метаморфозы деревьев. Но пока отгадка не найдена. Но люди чувствуют, что после прогулки по такому месту им становится значительно легче. Эта территория между морем и заливом – излюбленное место для прогулок. Все отмечают уникальное, ярко выраженное воздействие этого места на организм человека. Я перенес полгода назад операцию на сердце. И не буду преувеличивать. Заходя сюда, я просто сразу почувствовал воздух, соснового бора, природы. Мне просто стало как бы легче, легче, понимаете. И я вот чувствую, что прям дышится полной грудью. Особенно полезен отдых на Балтике осенью и весной, когда максимально содержание йода в воздухе. Но и мягкие светлогорские зимы на берегу незамерзающего моря способствуют хорошему санаторному лечению. Всего лишь один день, проведенный в санатории Янтарь на Балтийском побережье, убедил меня в том, что необязательно для отдыха ехать далеко на юг. Балтийское море ничуть не хуже других морей. А может быть, даже лучше. Редактор субтитров А.Семкин